Начну с самого, наверное, для тебя уже избитого вопроса, самого вот такого, который, может быть, даже на него неприятно отвечать. Слухи бригады 2. Я знаю твоё личное отношение. Я разознаю, что такое лицо мне неприятное. Очень неприятное. Я понял. Можно отвечать? Да. На самом деле, как всегда, впереди паровоза, слухи и всякие сплетни, как всегда. Да. Наш мир вообще творческий, он всегда полный сплетен, слухов практически таких жутких, небывающих. Это всё гораздо, ну, в мягкой форме, скажем, преувеличено, потому как никаких предложений мне не поступало. Как вы сами понимаете, исполнитель главной роли в той бригаде ни сном, ни духом, что само по себе уже странно. Если я не поставлен в известность, да, а тем не менее, уже говорят, что бригада 2 снимается. Может быть, она снимается без меня, что, наверное, замечательно, пускай. А со мной переговоров не было. Я позвонил Александру Анатольевичу Нишакову. Он сказал, что у него идея такая существует, но нет сценария. Я сказал, Саша, ты же понимаешь, что тема довольно-таки серьёзная, тем более, что я не вижу продолжения, мне это неинтересно. Тем более, что нет сценария. Он говорит, что если будет сценарий, всё равно удаст мне его почитать, и там уже будет моё решение принимать, допустим, участие в бригаде. Если мне понравится сценарий, мне принимать. Я, честно говоря, не верю в чудо потрясающего сценария, который бы я прочёл, допустим, мне бы жутко понравилось играть. Тем более, что существует вторая проблема, немаловажная. Если уж будет бригада 2, то её должен снимать только Алексей Сидоров. Потому что существует первая бригада. Это такой момент этический, очень важный. Надо снимать Алексей Сидоров. Алексей Сидоров ближе два года впереди занят. Занят на других проектах. Да, на других проектах. Это действительно факт. Я позвонил Лёше и сказал, Лёш, все слухи о бригаде 2, я прошу, чтобы ты знал, чтобы ты услышал от меня, что всё прилично, я никакого согласия не давал. Он сказал, спасибо, я иного ответа от тебя и не ожидал. Вот это, пожалуйста, из тех самых достоверных источников я вам передаю то, что есть на самом деле. Поэтому, ну, не верю я. А тем более, что, друзья мои, ну зачем возвращаться к той самой бригаде? Это была определённая тема. Это такой вариант, once upon a time in America, такой русский вариант. Сделали про 90-е годы, сняли. Снимали многие другие сериалы на эту тему. Ну, вот мы-то, кстати, такую нишу заполнили этим сериалом, сделали. А героев уже не воскресить, я имею в виду. Ребята, с которыми я снимался, которых я бесконечно уважаю, потому что это действительно были такие хорошие, дружеские отношения. И сейчас мы остались в хороших, дружеских отношениях. Это Дима Дюжев и Володя Вдовиченко, и Паша Майкл. Но их нет. Мне самому оставаться в этой истории действительно неинтересно, потому что этот герой, который был сильным в то время, сейчас я не думаю, что он будет так же силён, а ведь его хотят видеть опять таким же крутым, сильным, каким он и был. Ну, то есть ты хочешь сказать, что... В принципе, он мне неинтересен. Не повторить, например, вот как Бумер сняли, да, и Бумер 2. Нет, не повторить. В первой бригаде всё уже было сыграно. Играть что-то во второй... Да не надо, друзья мои, столько всего интересного. Тем более, что я очень многое, что попытался сделать уже после бригады. Играть что-то в этом году.